Каждую неделю теперь нам выдают хорошую такую порцию новостей о том, как будет меняться игра, как будут исправляться ключевые упущения в системе лута, наград, борьбы с читерами и так далее. Эта неделя не исключение. Дождались мы статьи от разработчиков на этой неделе в Банжи, и теперь давайте заварим чаю и посмотрим вместе, что на этот раз нам рассказали интересного. Рассказали немало. Во-первых, началась статья с упоминания квеста, который стартовал на этой неделе. Задание Лжец на дробовик Ложфилл Винтера. Сейчас идет первый этап, который требует усилий всего сообщества игры. Коллективный челлендж заключается в фарме башен Серафимов. Публичного мероприятия на трех локациях. Емзе, Луне и Ио. В общей сложности нужно закрыть несколько миллионов мероприятий. И с этим сообщество потихоньку, но справляется. Особенно после того, как разработчики упростили башни, отреагировав на многочисленные недовольные высказывания. Так что через неделю мы наверняка получим новый этап квеста, о котором я уже сделаю отдельное руководство, как и всегда. Но куда более важную часть статьи занимает информация о том, как преобразится система прокачки и синтезирование оружия и брони. Короче говоря, об инфьюзе поговорили. Начиная уже со следующего, 11 сезона, некоторые изменения станут видимыми. Однако работать все начнет с 12 сезона, чтобы мы успели среагировать на изменения и подготовить свой арсенал к новой системе прокачки. Давайте теперь подробно разберемся, в чем она будет заключаться. Основные причины, по которым произошли эти изменения, кроются в очевидной проблеме не меняющейся меты легендарного оружия. Если новое легендарное оружие не лучше, чем старое, в одном и том же типе, то нет никаких причин заменять привычную пушку. Но если новое оружие, которое будет добавляться в игру, будет лучше предшественника, есть риск столкнуться с проблемой обязательного снаряжения, то есть создание некого списка оружия, без которого на какие-то сложные задания будет невозможно отправиться. Просто добавлять с каждым сезоном пушку, которая мощнее предыдущей, тоже абсолютно не решение, поскольку это просто приведет к снижению ТТК, как в ПВП, так и в ПВЕ, в долгосрочной перспективе. А такое не понравится никому. Банжи хотят, чтобы сетапы игроков менялись, развивались, и для игрока появлялось новое снаряжение, которое будет для него желанным. Как этих целей собираются достичь? Во-первых, каждое легендарное оружие и часть брони будет иметь ограничения по уровню силы. Экзотического шмота это касаться не будет, расслабьтесь. Максимальный уровень силы и снаряжения будет установлен, исходя из капа уровня игрока за 4 сезона, то есть, все легендарное снаряжение будет иметь примерно годичный период времени, в течение которого его можно использовать в любых активностях, в которых важно иметь высокий уровень силы, например, рейды или сумрачный налет. Уже начиная с 11 сезона, игроки смогут увидеть цифры капа на своем оружии, вот в таком виде. При этом, по факту, ограничения вступят в силу в игре только с 12 сезоном. Это означает, что все ваше снаряжение будет актуально во всех активностях в течение 11 сезона, а отображение капа лишь позволит вам понять заранее, какое снаряжение, как долго будет актуально для сложных активностей. А вот с наступлением 12 сезона, того, что начнется осенью, изменения вступят в полную силу и распределят снаряжение в вашем арсенале следующим образом. Все оружие и броня из сезонов с 9 по 12 будет актуально еще год после старта сезона, а оружие с 1 по 8 уравняется под кап 11 сезона. При том, на особом счету будут награды из двух рейдов, из последнего желания и сада спасения. Снаряжение из этих рейдов получит больший уровень ограничения силы, так что за лут из рейдов не придется переживать еще дольше. Хотя мы все еще ждем новый рейд, хотя бы осенью. Еще важное замечание по броне. Начиная с 12 сезона, легендарная броня больше не будет иметь меняющийся слот под сезонные моды. Вместо этого будет слот для модов, в который можно включить любой мод, что появлялся в игре в течение всего года. Это изменение должно лишить игроков необходимости полностью обновлять сеты брони каждые пару сезонов только лишь из-за модов. И это офигенно. Ну и напоследок к этой теме. Разработчики добавили, что некоторые наши любимые пушки возможно появятся позже в игре, через год например, с новым уровнем силы. То есть будет некий реюз ради выборочного добавления оружия для тех, кто совсем не хочет расставаться с каким-то снаряжением. Хотя я уверен, что речь идет не о самых популярных винтовках и револьверах. От себя добавлю, что я изменением этим рад. Я очень люблю играть с привычным оружием, как и вы, но надо что-то менять. Горная вершина, паук, паек и прочие наши фавориты уже набили оскомину. Так что мету всегда игроки находили новую довольно быстро после любого нерфа или фикса. Страшного в этом вообще нет ничего. Тем более, что в 90% активностей нам до сих пор будет плевать на уровень силы. Так что не думаю, что мы вообще заметим что-либо из этих изменений, например, в плейлистах пвп. Какая разница, паек у тебя на 1000 лайта или на 1500? Еще одна важная тема в твабе касается энграм. Разработчики затронули проблему фарма сезонных активностей. До сих пор игра предлагала нам с каждым сезоном новую арену или ивент, например, нападение векса, в солнечные часы, бункеры. Активности позволяли нафармить новый лут сезона, но требовали слишком большого количества игрового времени для получения этих наград. В Банже заявили, что новые активности должны быть одним из лучших мест для получения новых наград, но Destiny 2 это большая игра, со множеством активностей, так что многим игрокам может быть неприятно, что их игровое время отнимает одна сезонная активность. Иронично, во время фарма миллиона открытых мероприятий, да? Поэтому начиная с 11 сезона, сезонные награды будут выпадать за выполнение основных заданий, например, в налетах, в гарниле или гамбите. Вот полный список, тут вообще всё, вплоть до слепого колодца. В дополнение к новым наградам, в 11 сезоне также будут комплекты оружия из сезона Бессмертия, сезона Рассвета и сезона Достойных. Всего 6 видов оружия, которые бесплатны для всех игроков. Так при чём тут энграмы? Объясняю. За последние несколько сезонов в игре появились оружейные контракты. Они дают возможность нафармить конкретные пушки. Это было и в обелисках с фракталином, и в бункерах, вы понимаете о чём я. Так вот, вместо этих контрактов, теперь студия вводит в игру энграмму нового типа. Назовём её сезонной энграммой. Она содержит в себе большинство наград сезона 11. Получив её, вы идёте с ней к сезонному вендору, и доплатив немного сезонных токенов, сужаете лутпул. То есть, конкретизируете набор желаемых предметов из энграммы. Например, если бы такие энграммы работали в игре сейчас, это бы выглядело следующим образом. Сезонная энграмма содержит в себе броню или оружие сезона достойных. Вы относите её к сезонному вендору, это у нас Распутин, у которого можете, потратив немного валюты, конкретизировать, что именно вы хотите получить. Например, вам выпадет либо шотган, либо ппшка. Падать эти энграммы будут отовсюду, как обычные легендарки, так что специально охотиться за ними не будет необходимости. Таким образом, на этой неделе нам рассказали, как теперь будет прокачиваться наше снаряжение, развеяли страх того, что любимые гадрольные пушки превратятся в пыль, и рассказали о новой системе фарма сезонных наград. Пишите в комментариях, как вам все эти изменения, а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok